Привет всем! Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Я вас просила, чтобы вы мне послали вопросы. Вы мне послали вопросики, и вот я вам буду отвечать тут рандомально с моими липтопами, потому что я на них еще не ответила. Я просто буду их видеть и отвечать вам спонтанно. Первый вопрос, самый главный. Есть ли у тебя парень, и он именно такой, которого ты считаешь идеальным? Поэтому я и мой парень достались. На этой неделе, прошлой неделе, я уже не знаю, но это не важно, и это конечно, и это все отлично с нами. И да, он был заботливым, он был очень милый, он был ласковый. Он ко мне очень хорошо относился, но есть еще и другие факторы. И эти факторы, к сожалению, этот идеал портили. Так что, нет, он не был самым идеальным, но он был очень милый и любимый. На кого ты учишься и что планируешь делать в жизни? Я учу две вещи. Один, это литература. И второе, это такая вещь, что делится на три. Я выбираю, какие три я хочу. Я выбрала психоанализа, джендер, как называется джендер на русском, как будто бы это про... Это не феминизм, это почти феминизм, но это про женщин, про мужчин и все такое. Очень-очень интересный курс, в нем внутри есть и психология, юриспруденция. Есть в этом юриспруденция, и неврология, и самые интересные вещи на свете, которые обсуждают женщин и мужчин. Это третье, и это второе, извините, и третье это история, потому что я обожаю историю, и все эти вещи, которые... Я обожаю историю, я обожаю психологию, и обожаю литературу, так что все это я учу в одном. И что я буду планировать, что я хочу делать с этим в жизни? Я не делаю BI, чтобы пойти с этой бумажкой куда-то и сказать, вот у меня есть бумажка, возьми мне на работу, я это не делаю для этого. Я делаю это, чтобы быть умнее, чтобы выучить что-то, чтобы дать что-то моей душе, и я наслаждаюсь этим. Мои друзья все думают, что у меня поехала крыша, что я пошла это учить, потому что они все думают, что ты с этим будешь делать в жизни. Но это неправда, люди, делайте то, что вы любите. Не идите и учите там какой-нибудь маркетинг или whatever, потому что вы думаете, что эта бумажка вам даст что-то делать в жизни. Нет. И вообще-то я хочу вам сказать, что вот эти вот гуманитарные науки, не знаю, как у вас, но у нас в Израиле это сейчас ценится, потому что они говорят, окей, придет ко мне кто-то, кто знает маркетинг, он учил все эти теории про маркетинг, он будет знать эти теории, он придет ко мне. Хорошо. А придет ко мне кто-то, что учил историю, литературу и все эти умные вещи, которые взяли их вот такой мозг и расширили этот мозг. И он хочет работать в маркетинг, допустим. Я возьму его, потому что я могу научить его маркетинг. Но второго, который сделал эту бумажку с маркетинг, я не смогу его научить, чтобы все это знание, что знает второй человек, который учил гуманитарные науки. Вот и все. Что я буду делать в жизни? Я очень люблю писать. Я знаю, что не важно, что я буду делать в жизни, это будет касаться писанию. Не знаю, что это будет еще, и я об этом не думаю. И вот и все. Просто наслаждаюсь жизнью своей. И делаю то, что мне нравится. Ты любишь детей, если у тебя младший брат, сестра? Нет, к сожалению, у меня нет ни братов, ни сестер. Ни братьев, ни сестер. Я единственная девочка у своей любимой мамочки. И да, вы не имеете понятия, как я обожаю детей. Я просто таю от детей. У меня столько любви в сердце, что я знаю, что только этот маленький ребенок может получить эту любовь от меня. Потому что если у меня не будет детей в ближайшем году, я разорвусь от любви. Так что детей сюда! Обожаю детей. Не могу вам объяснить, как. Привет! У меня... Окей, меня спрашивают, тебе нравится жить в Израиле и хорошие там люди? Во-первых, мне очень нравится жить в Израиле. Я чувствую, как будто в Израиле это мой дом. Я чувствовала это с первой секунды, когда я сюда приземлилась. И я чувствую, тут очень уютно. Я люблю менталитет израильский. Если хорошие, то тут люди. Люди во всем мире делятся на хорошие и плохие, или хорошие с плохими, и все такое. Нельзя сказать, что в этой стране есть хорошие люди, в этой стране есть плохие люди. Есть и хорошие, и плохие. Наверное, могу сказать, что менталитет тут очень теплый. Тут ты пройдешь по улице, ты можешь улыбаться всем, все тебе будут улыбаться. Я иногда просто иду по улице, и вдруг начинаю говорить с знакомым человеком просто так, как будто мы уже друзья миллион лет. И так-то и тут в Израиле, я не знаю. Я знаю, что в других странах это нет. Я знаю, что каждый занят своими делами в другом месте, и у него нету нервов так хорошо говорить с незнакомыми. Но так-то в Израиле, и я это очень люблю. И на вопрос, хорошие или плохие тут люди, нет ответа, потому что есть и хорошие, и плохие. Нельзя судить. Расскажи о своей самой трудной работе в жизни, и кем ты себя представляешь в будущем после получения диплома. Я всю мою жизнь работала бармен или официантом, потому что, я не знаю, если я вам уже рассказывала это, но в Израиле это для подростков, у кого еще нету высшего образования, это самая лучшая работа, потому что они получают деньги как айтыкисты, потому что все у нас тут по чаевым. Если вы кушаете в ресторане, вы должны оставить между 10% до 20% или сколько вы хотите процентов в чаевым. И в Теравиве, допустим, в Теравиве это самый лучший город в Израиле, там, где можно делать очень много чаевых, и делают от этого много денег. Поэтому я всю жизнь работала барменом, и вообще люблю, я любила раньше эту ночную жизнь, и я выросла в этой ночной жизни, поэтому я работала барменшем. Раньше бармен для меня значила физическая нагрузка, но в Теравиве это по-другому. Ты приходишь, делаешь свою работу и уходишь. Тебе не надо ничего чистить, ничего, есть другие люди, которые приходят, это и чистят, и моют, и все такое. Так что физической нагрузки тут нет. Для меня самая тяжелая работа была, когда я работала в офисах. Я люблю людей, я люблю говорить с людьми, я люблю улыбаться, люблю смеяться, люблю интеракцию, энергию туда-сюда. Я не люблю сидеть в офисе за компьютером и ничего не делать или делать что-то монотонное. Мой телефон называется его фирма «Пелефон». И я работала в другой фирме. Не «Пелефон», я работала в «Орэнж». И в общем, так мне звонили, я говорила «Орэнж, шалом, говорит Эден, как я могу вам помочь?» Ну, конечно, я не так говорила, а так. «Орэнж, шалом, говорит Эден, как я могу вам помочь?» Потому что у меня есть гвоздики в моей попочке. Я не могу сидеть так просто и говорить «Шалом, Орэнж, шалом, говорит Эден, как я могу вам помочь?» Ну и я не навязываю, сделаю эту работу, потому что это вот так. Каждые три секунды заходит к тебе беседа на телефон, и ты должен отвечать все, всегда одно и то же. В общем, это была для меня самая сложная работа, потому что там мозги у тебя, как будто бы ты можешь перед работой прийти, приготовить себе кафе. Пока ты пьешь это кафе, ты можешь взять свои мозги, поставить их в холодильник, тебе их не надо на этой работе. И я не люблю это, поэтому для меня это была трудная работа. И ты мне спросила еще один вопрос. Есть ли у тебя призвания или какие-то особые способности? Если бы вы знали иврит или могли читать, что я пишу, то вы бы знали, что я не просто так это говорю, и все, кто меня знает, знают это. Допустим, у меня в Фейсбуке есть 1400-1500 где-то друзей, и они всегда читают то, что я пишу. И если вдруг я иду по улице и встречаю вдруг какого-то человека, что я с ним не говорила уже полгода, и он меня видит только в Фейсбуке, и он мне перед тем, что сказать, «Вау, Эдин, как красиво ты одета!» или «Вау, Эдин, какая ты миленькая!» или «Как я за тобой соскучился!» он говорит мне, «Вау, я уважаю, как ты пишешь!» Поэтому... Я что-то ответила на ваш вопрос. «Как стать морально сильной и научиться ставить словом на место?» Как стать морально сильным? Я хочу вам что-то сказать. Тот, кто в депрессии, это не тот, кто слабый, а тот, кто был сильным очень-очень долгое время. Так что я думаю, что я не могу сказать это одним предложением. Я думаю, что я сделаю вам для этого видео, но у меня очень многое есть сказать на эту тему. И хочу вам сказать, что ничего страшного, если вам хочется сломаться один день и пойти поплакать своей маме или папе или лучшей подруге. Я думаю, что когда вы плачете и вытаскиваете эту боль наружу, то вам становится намного легче, и кроме этого вы становитесь сильнее. Чем больше боли у вас было в жизни, тем вы сильнее. Так что вопрос на ответ находится в вопросе. Эээ, ответ на вопрос находится в вашем вопросе. Знаешь ли ты, чем будешь заниматься через 5-10 лет и могла бы ты дать совет, с чего стоит начать снимать видео? Совет, с чего стоит начать снимать видео, с чего хочешь. Если ты хочешь снимать, если ты чувствуешь, что тебе с чем-то поделится миру, и ты обязана поделиться миру, то давай и снимай видео. С чего снимать, это не важно, что ты хочешь вытащить. Я знаю, что мои первые видео были самые тупые на свете, и вообще мой русский был такой тупой, что я вообще не знаю, как я вообще могла говорить на эту камеру. Но я это делала. И вот теперь я думаю, что я снимаю лучше, и я могу теперь... у меня русский лучше, и поэтому я могу рассказать вам правду, то, что у меня есть вам рассказать. И мне становится легче с каждым видео. Так что, если у тебя хороший русский... Нет, шучу. Если ты хочешь что-то писать, читать, снимать, то снимай, пожалуйста, с какого видео что хочешь. Неважно. Я буду заниматься через 5 или 10 лет, я не знаю. Нет, не могу сказать. Не могу сказать, чем я буду заниматься в следующем месте. Так что... Нет, я знаю, что на следующие два года я еще буду в университете, так что я могу сказать, что я в университете, но кроме этого, я не планирую свою жизнь. Я люблю свою жизнь, когда она течет. Конечно же, я знаю, что хочу делать, но... И не могу этим делиться. Свините, пожалуйста. Тут есть вопрос, который я не очень поняла, но... Если ты мне смотришь, то, пожалуйста, объясни мне, что ты имела в виду. Бывают ли у тебя моменты, когда хочется просто побыть девочкой? Что делаешь в такой ситуации? Я не знаю, если я поняла этот вопрос, но я думаю, что если мне просто хочется быть... Не знаю, может быть, это то, что я сейчас чувствую, что я очень хочу поехать к моей маме. Я очень за ней соскучилась, я очень хочу провести с ней время. Я долго не проводила время, и вообще я вижу людей, допустим. Я очень мало с моей мамой провожу время. Я с ней говорю каждый день, но я не живу дома уже пять лет, и вообще не в том городе, поэтому иногда это мне не хватает, чтобы за мной кто-нибудь заботился, как мама. и готовила мне кушать, убирала мне комнату. И просто так, чтобы мы вместе проводили время. Да, моя мама приезжает каждый месяц ко мне, и мы идем по ресторанам, и все такое, делаем шоппинг, и веселимся, как мама и дочь. Но я в последнее время чувствую такой груз на моем сердце, что я даже вижу, допустим, в ресторанах, я иду с моими друзьями, я вижу в ресторанах или просто по улице, мама и дочка идут, и я помню, что когда я была маленькая, я так шла с мамой, и мне становится так грустно, и я хочу поехать к маме. Так что я завтра иду к маме на несколько дней. Так что если я ответила на твой вопрос, что я делаю, когда мне хочется побыть просто девочкой, то я рада. Если нет, я ответила на какой-то вопрос, который меня не спрашивали, то я тоже рада. Но если ты смотришь меня, пожалуйста, объясни, что ты имела в виду. Я тебе отвечу заново. Вот и все. Я думаю, что пока что это будет первая часть вопросов, и я надеюсь, что это было вам интересно. Если да, то поставьте мне палец вверх, и присоединяйтесь на мой канал, если вы не присоединены. И вот и все. Спасибо большое. Если у вас есть еще вопросы, то, конечно, спрашивайте мне их бесконечно, всегда, каждый день. И я с радостью на все вопросы ваши отвечу. Спасибо большое. Пока.